17 килограммов взрывчатки предназначались для убийства Путина. С таким заголовком немецкий таблоид Бильд решил выделиться. Обозреватель издания в ролике, опубликованном на Ютьюбе, рассказал, что украинская спецслужба попыталась убить президента России с помощью дрона Камикадзе. Меня зовут Гульнара Хабирова. Расскажу, откуда такие данные взялись и как на информацию отреагировали в Кремле. И этот беспилотник пролетел мимо Москвы и разбился к северо-востоку от российской столицы. И как мы теперь узнали, этот беспилотник преследовал не какую-либо цель, а самого Владимира Путина. Журналист Бильда связывает обнаруженный в Московской области беспилотник с попыткой покушения на президента Путина. Дело в том, что 23 апреля местные жительницы в лесу Подногинском в Богородском округе был найден дрон украинского производства длиной 3,5 метра. На борту беспилотника, как показывают кадры, находилось 30 взрывных блоков С-4 общим весом 17 килограммов. Откуда конкретно летел БПЛА, сообщил своим читателям немецкий Бильд, показав карту и траекторию полета дрона. Вот мы видим Украину. Мы предполагаем, что беспилотник мог быть запущен из Сумы и долетел до Москвы. Вот парк, который Путин хотел посетить. Мы видим, как близко пролегала траектория полета беспилотника к индустриальному парку. Однако визит президента России в Руднево официально был намечен не на 24 апреля, а на 27. То есть, по данным Бильды, СБУ пыталась убить Путина, поэтому планировала атаковать беспилотникам индустриальный парк за три дня до приезда туда Владимира Путина. Дело в том, что немецкое издание весь свой материал построило на домыслах киевского активиста Юрия Романенко. Его еще называют городским сумасшедшим. У нас есть письмо «Исповедь из Украины» от активиста Юрия Романенко, известного тем, что он возглавляет там так называемый аналитический центр. Но у него есть хорошие связи с правительством и бывшим советником президента Арестовича. И он сказал Путину, мы становимся все ближе и ближе к тебе. Издание Бильд все больше начинает опускаться до уровня желтой прессы. Даже украинский блогер Анатолий Шарий, который часто критикует российские власти, посоветовал своим подписчикам больше не воспринимать Бильд как СМИ. Чисто как комиксы, написал он у себя в телеграм-канале. В Кремле прокомментировали публикацию так. Сейчас много таких желтых разных измышлений, поэтому, собственно, это не повод, чтобы со всем этим знакомиться. О том, что Украиной была предпринята очередная террористическая активность, уже зафиксированная западной прессой, это факт. А вот издание Бильд в погоне за хайпом высмеяли даже собственные читатели. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»